Вообще ничего не боли, ничего не чувствую. Вообще прекрасно в невесомости. В этот центр хотели бы попасть даже здоровые. И правда, здесь чувствуешь себя как в санатории. Постарались московские инвесторы, которые вложили в проект 770 миллионов рублей. Фактически центр начал работать еще в начале июня. Сегодня здесь проходит реабилитацию порядка 80 человек. Принимают в центре по полису ОМС. Все есть. Все. И тренажеры, и бассейны, и ЛФК, и массажи. То есть очень неплохо. Раньше жители края как таковую реабилитацию после операции не проходили. А ведь от нее во многом зависит результат лечения. Был первый этап реабилитации. То есть это мероприятие проводится там, где пациент оперируется. Это, как правило, короткий период. Около недели. Максимум 10-12 дней до снятия швов. И третий этап пропускает второй. Важнейший этап, на мой взгляд. Третий этап – это санаторно-курортное лечение. То есть туда пациенты уже должны подготовленные приехать. Лидер «Алтай-баскета» Дмитрий Злобин сейчас восстанавливается перед новым сезоном. Недавно ему удалили поврежденный межпозвоночный диск. Спортсмен хочет уже скорее вернуться к команде, пусть и с титановым протезом в спине. Естественно, лучше здесь реабилитации, потому что если ничего нету, то получается тебе некуда. Или ехать куда-то, тратить деньги свои. А здесь я взял направление поликлиники, записался и все, я принял. А Константин Нейтисов вообще приехал из Новосибирска. В Барнауле ему сделали операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Реабилитироваться мужчина тоже решил на Алтае. В новом центре ждут пациентов и из других регионов. Всех по направлению врача, то есть бесплатно. Как будут справляться с потоком медицинских туристов, если коек в клинике всего 148, пока непонятно. Но сейчас на территории здоровья утверждают, что здоровья хватит на всех.